Ну что я хочу сказать, то, что запретили летать в Египет, в Турцию, это, конечно, не есть хорошо. Потому что это направление, которое не требовали больших финансовых затрат. Такие страны, как Таиланд, Бали и другие, уже требуют совершенно других денег за перелеты. Очень-очень жаль. Потому что эти регионы нас очень хорошо выручали именно в такие кризисные месяцы, январь, февраль, когда уже нехватка солнца. Мы ощущаем очень сильно нехватку солнца. Поэтому сейчас стоит надеяться только на то, что эти конфликты всегда склонны раздувать конфликты. Кто-то делает провокации, потом следующие, так сказать, инстанции их раздувают. И все это превращается в такой хаос. Я надеюсь, что все-таки эти конфликты будут урегулированы, потому что никому это не выгодно. Не Турция, которая теряет своих, собственно говоря, свои деньги теряет. Сейчас отправляет пустые самолеты за пассажирами, которые покидают места отдыха, путевки возвращаются. Но это, естественно, это аномалия. Поэтому если такое, не дай бог, не случится, что все урегулируется, то стоит уповать только на наши солнечные регионы, а у нас их достаточно много тоже. Будем работать тогда над своими курортами, чтобы они были комфортными, чтобы они были конкурентоспособными. А в то, что у нас страна большая, разнообразная по климату, и солнца в ней тоже много, будем ездить, кататься на лыжах в Сибирь. Там, во всяком случае, солнечно зимой и морозно, но солнечно. Поэтому, ну, как-то будем выкручиваться, но все-таки давайте будем молиться за то, что все конфликты будут прекращены. Потому что и Турция, и Египет – это уникальные страны, в которые мы любим летать. Они с большой историей, с древней философией. Эти страны мы уже полюбили. Поэтому, даст Бог, все будет хорошо.